А если вы будете смотреть на выступления сильных мира сего, да, там всяких философов, ученых, что они будут вам говорить? Я маленькая душа, незначительная частичка божественного. Да ничего сказать, они скажут, что мы люди, мы должны подчинить космос. Правда, нам надо лететь на такую-то планету столько-то световых лет. Ой, что-то у меня голова, спина радикулит. Поэтому многие великие ученые, искатели, они умерли, даже не поняв, кто они такие. Поэтому как можно в этом смысле пользоваться их опытом? Невозможно пользоваться их опытом. И прежде чем мы будем говорить сегодня о Шигавадхане Пудже, следует напомнить, что Галлока Вриндавана является высшим проявлением духовного мира. Если мы скажем, а как можно попасть на Галлоку Вриндавана, то мы можем сказать так, что для того, чтобы попасть на Галлоку Вриндавана, изначально мы должны пролететь все планы бытия. Это как в Москве попасть в Кремль? Мы увидим, что Кремль, вокруг него первое кольцо, второе кольцо, третье кольцо, четвертое кольцо. И этот человек спрашивает, ты сам откуда? Я из Москвы. Откуда из Москвы? Долгопрудная. Откуда из Москвы? Да я коренной москвич, я из Домодедова. Я помню, когда в армии служил, любого азербайджанца, когда спрашивают, ты откуда? Он говорит, Баку, Бачи. Ты говоришь, сколько километров? Такой аул туда-сюда, наверное. И поэтому, представляете, сколько аулов в Айкунты нужно прилететь, прежде чем прилететь к самому центру. Но интересный такой момент, когда боги этого мира, они были вдохновлены прийти и пожаловаться к Кришне на то, как все плохо. Есть несколько историй. Одна из историй, что они сели на лодку, ну некая, опять же, лодка, знаете, все очень условно, они сели в некую лодку, это был Брахма, Шива, Вишну, самые главные боги Вселенной. И они отправились на это некое такое, ну лодка, не лодка, как это назвать, ну скажем, предположим, некий космический аппарат, да? Они отправились по Ганге. Потому что Ганга – это поток нектара, который течет от лотосных стоп и Вишну. И он течет в этот мир, проходит как Млечный Путь, и падает в Гималаях на голову Шивы, потому что только Шива может принять этот поток энергии, да? И уже в форме этой энергии, как H2O – вода. Вода – это не Ганга. Ганга – это некий поток, который внутри Ганги. И как некий поток вместе с водой, нужно понимать, что Ганга – это река, но что это за река? Космическая река, энергетическая река, если она проявлена как Млечный Путь, а скорее всего, Млечный Путь – это просто какие-то соринки или мусор, который плавает в Ганге, какие-то планеты, звезды, непонятно, что. Но это некий поток, Млечный Путь каким-то образом организован. Ученые могут вам все что угодно рассказать про Млечный Путь, но веды рассматривали таким образом, как некий субъективный поток сознания. Она проходит и очищает всю Землю, всю Барату, и впадает в океан, и очищает также океан. И эта Ганга течет не только здесь, сказано, что Ганга – она в разных мирах. Поэтому боги и девы поняли, что что-то происходит не то во Вселенной, и они поняли, что надо искать защиту высшего мира. Они сели на свой некий аппарат, можно назвать космический, отправились по Ганге. И когда они выплыли на Гангу, они увидели Вираджу. Что такое Вираджа? Вираджа – это некая река. На самом деле много есть представлений о том, что такое Вираджа. Но представляете, да? Можно сказать так, между одной реальностью и другой реальностью есть некая прокладка. У нас там всегда есть перекись водорода, чтобы обработать рану. Есть некая антисептик. Целый океан антисептика, который отделяет одну реальность от другой. И в этом океане лежит Маха Вишну, источник всех богов. Выше его начинается духовная реальность. И вот по Ганге, Ганга – она же, так сказать, очень высоко, они вплыли до Вираджа. В результате, все было как в фильме «Кинзадза». Они попали на некий план духовной реальности, где сначала вышла гопи с палкой, девушка с палкой вышла, типа девушка пасет, сторожит. Эта девушка спросила богов, «Вы кто?» Ну, они посмотрели сами себе, «Мы боги». «Подождите, какие боги?» То есть, они в какой-то момент поняли, что это не совсем та реальность, в которой можно позиционировать себя как бога. Они такие, «Ну мы типа боги материальной вселенной». Они говорят, «Какой вселенной? Скажите, номер в аббриатуре знаете вашей вселенной? Как ваша вселенная называется?» «И кто-нибудь может сказать номер вселенной, в которой он живет?» Ну, они также подвисли там, типа, там, и потом кто-то из них честно сказал, мы вообще-то не знаем из какой мы вселенной, она, а, не знаю, ну давайте, ребята, я вас по компьютеру пробью, посмотрю, как можно пробить вас, ну, время рождения вселенной не установлено, мы вообще-то обычно в духовном мире пробиваем, как бы, ну, как у нас пробивают, да, по каким-то событиям, мы пробиваем, скажите, какой последний аватар был вашей вселенной, ладно, 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 скажите, как вы сюда попали, ну, мы там сели, там, на гангу поплыли, а, по ганге поплыли, а, так, значит, это ганга, так, в этой вселенной, а, понял, значит, Вамана-аватар своим пальцем пробил оболочки вселенной, я понял, что это Вамана-аватар, Вамана-вселенная, сейчас я по компу вас пробью, а, господи, самая маленькая вселенная, так, ребята, вы там из такой-то вселенной, самая маленькая, не парьтесь, наш звонок очень важен для вас, подождите здесь сейчас, эта девушка исчезла. Как я нормально выгляжу? Четыре головы, четыре броды, там, не знаю, Шива, Брахма, ну, как-то, то есть они понимали, что сейчас у них будет аудиенция с Кришной, но они не могли понять, кто, как он будет выглядеть, и им девушка сказала, все-то, все, можете за нами идти, и бизнес, что Галлок это некая такая пентаграммная реальность, такая многогранная, да, как планета, их туда в тот план бытия запустили, иногда лотос, в общем, они идут по этому плану, бытия бесконечному, и им такое, ну, эта девушка делает некий тур, знаете, там, идешь по Google, или там Microsoft, вот, ну, тебя там, ну, ведут, показывают, там, там, у нас это, там, у нас это, и они поняли, что это совсем другая реальность, которая даже вне их ограниченного понимания, что они боги этого мира, смертного мира, там все понятно, химические процессы и так далее, но ту реальность, в которую они попали, они даже поняли, что они даже не могут понять, как это все устроено, настолько это круто все, многогранно, и она их так провела, и говорит, ребята, вот здесь посидите, сейчас с вами встретится Кришна, и она посадила их на завалинке, на лужайке, и они увидели через кусты, что там действительно Кришна, ну, так они совсем, как через кусты, ну, они говорят, подожди, пять минут буквально, сейчас все, он закончит, сейчас вот придет, и вдруг они увидят, там, пью, 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 появляются разные аватары, Рама, Вамана, из разных вселенных, каждый из них говорит Господу, я выполнил свою функцию, он говорит, давай, и они там, пью, в него входят, он поглощает их собой, и вдруг они увидели, ну, им просто Кришна показал, кто он такой, ну, чтобы на всякий случай, они не спутали его там с кем-то, с каким-то, потому что они же тоже начитаны из священных писаний, там разные аватары, и он показал нам, что во мне, в меня входят все аватары, и после того, как, ну, несколько сот аватаров вошло в Кришну, Кришна вышла, сказал, слушаю вас, извините, ребята, у меня там было много проблем, там, типа, аватар нужно было принимать обратно, они, не-не-не, все нормально, все хорошо, ну, вот, ну, и смотри, там, половина богов в мою сторону, половина там, кто-то там крестится, ну, вот, он говорит, нет-нет, я, в целом, мне понятно, но я хотел бы выслушать от вас проблематику вашей вселенной, ну, они там, что-то, ну, там, они же думали до этого, что они самые крутые, там, всем управляют, мы боги вселенной, они там, ну, что-то у нас там проблемы, там, какие-то демоны, в целом, нас хотят подсидеть, ну, вот, ну, в материальном мире это нормальный процесс, столько стало демонов, невозможно работать, ну, стали плакаться ему сначала, ну, когда они плыли, они были такие гордые, и потом они были такие, не более чем насекомые, ну, они стали рассказывать всю проблематичность, понимаете, быть богом, это же такой геморрой в материальном мире, это там, все, там, там демоны, там мудрецы тебя хотят подсидеть, там, поэтому какой-нибудь мудрец начинает заниматься мистической йогой, ты сразу же должен вызвать абсар по вызову, там, типа, идите, разрулите проблематику, да, там, абсары, там, бжу, полетели, мудреца, там, джимми, джимми, а-ча-ча, пока ты, там, будучи богом вселенной, ты должен совращать каких-то мудрецов, потом, там, одной рукой, ну, смотреть, чтобы близкие, так сказать, родственники, подданные, да, потом, там, постоянно какие-то демоны, там, набирают силу, надо их мочить, там, вовремя, вот, поэтому, Индра, он, там, есть такая вага в этом история, там, один был, был, как бы, в пуджаре полубогов, он родился, у него мама там была, ну, короче, по маминой линии кто-то был из великих асуров, из великих, ну, так, с мамой произошло, что там, у него были, то ли два папы, то ли, ну, в общем, как обычная такая материальная ситуация, ну, в общем-то, он вроде бы как с высших миров, но вроде бы как родственники, демоны, и он, когда совершал жертвоприношения, он, как бы, все плоды, как бы, отсылал, ну, как бы, богам, ну, как положено, да, чтобы он попитывал их силой, ну, как бы, часть отгребал, и, как бы, демонам, ну, родственникам, такая обычная нормальная схема, там, работаешь в Москве, родственники там, надо что-то им послать, ну, и демоны там, типа, его всем провоцировали, Индра думал, думал, он понял, что не только он кормит богов, он кормит демонов, и когда тот совершал жертвоприношение, сидел в медитации, Индра посмотрел, что никого нет, достал свой меч, голову ему отрубил, но поскольку это был брахман, то грех убийства этого брахмана превратился в ужасную старуху мерзкую, и она бросилась за Индрой, Индра скрывался по всем планам вселенной, но нигде не мог скрыться, и тогда он увидел священное озеро, куда не может эта старуха попасть, и Индра спрятался в этом священном озере, но он жил в пузырьках с водой между стеблями воды, Индра сидел в этом озере несколько сот тысяч лет, пока эта старуха его кошмарила, и он прятался, ему пришлось снять какую-то микроскопическую форму, и он где-то там в пузырьках воды отсиживался, там пузырек, и он в новый переплыл, и так он поплачил существование, пока реакция кармическая не пришла, а там священное озеро, сколько-то надо было сидеть, чтобы карма снялась, ну и потом это там бабушка глюх превратилась в такой, ну и Индра поправил свои там доспехи, вылез опять, опять он был полон энтузиазма творить, так сказать, управлять, рулить, но когда Индра стоял перед Кришной, он понял, что я всего лишь на все маленькая, маленькая, маленькая такое чмо, человек морально продвинутый, но вы знаете, что не думайте, что когда они получили даршан Кришны, все было хорошо, Кришна сказал, не переживайте, скоро я приду в этот мир, это все как бы, я помогу вам, я помогу справиться со всеми демонами, вы даже можете там какие-то боги родиться среди людей, чтобы получить мою милость, все будет хорошо. Но Индра очень быстро забыл все. В какой-то момент Индра сидел в своем царстве, и вдруг Индре сказали, вы знаете, Вриндаван, маленькая деревня, говорят, там что-то происходит, какие-то параномальные явления, пока не можем выяснить, вроде какой-то Кришна, мы-то думаем, конечно, что это самозванец, потому что как это так, что Кришна пришел в этот мир, и он с какими-то там пастухами, коровами там жил, потому что если я бы пришел в этот мир, я бы явно там начал бы с верхних миров раздвигать свои локтя, поэтому мы считаем, что это несерьезный Кришна, но знаете, как бы этот несерьезный Кришна очень серьезно накосячил, он сказал своим колхозникам, что нас больше кормить не надо, и что все, что они приготовили для жертвоприношения, нужно отдать холму Говардхан. Индре сказал, что?! И сразу же, как бы, да, там, царь, который, ну, по идее, ну, знаете, для царя, ну, эго, что меня не признали, мне не дали, мне не поклонились, тут же, требуя почтения к себе, он отправил тысячи облаков, а потом подумал, сказал, это, наверное, недостаточно, уж если разбираться, так разбираться по-настоящему, чтобы даже никого не осталось. Поэтому он позвал Сиамантаку, облако, которое уничтожает мир во время частичной пролая. То есть не просто там устроить им какой-то кошмар, а в конечном итоге, Индра, он подумал, надо уже валить всех по-настоящему, чтобы не было, как на Украине, без свидетелей. Как сказал генерал Санта-Мария, убейте всех, а Господь разберется, кого в ад, кого в рай. Столь великое вожделение в этом мире рулить, управлять, что ради собственного интереса, об этом сказано в шастрах. Знаете, что в шастрах сказано? Я прочитал, я часто думаю, что у нас там какие-то в миссии бывают, разборки. В шастрах сказано такая вещь, если бы не Господь Вишну, то Пикок Кортикей бы выклевал глаза льву, на котором ездит Мадурга, а лев бы сожрал бы мышь, на которой путешествует Ганеш. Если бы не Господь Вишну, который все разруливает, то боги поубивали бы друг друга. И поэтому эта шастра, она говорит, и поэтому в этом мире есть только один правильный порядок. Это предание покаяния. Другого нет порядка. Никто не в этом мире не может быть рулить, как Вишну. Обязательно, если человеку, который обладает недостаточными качествами, будет дана сила, власть, деньги, сокровища, обязательно злоупотребить этим. Об этом сказано в шастрах. Поэтому это говорит Писание. И поэтому не следует предполагать так, что когда Индра узнал о том, что во Вриндаване Кришна отказал ему в жертвоприношении. Хотя Кришна сказал очень простую вещь. Кришна сказал пастухам такую простую вещь, что сказал, вы понимаете, что какой смысл давать взятки водопроводчикам? Если вы нормальный налогоплательщик, какой смысл давать взятки водопроводчикам? Сначала водопроводчику взятки должны будете давать, потом главному пожарнику. Но если у вас все правильно, то водопроводчики, пожарники, ЖКХ, космическое должно работать и так. И поэтому Кришна сказал, поскольку вы все часть моей семьи, и вы видите, что Холм Говардхан, Гирирадж, он основа нашей жизни. Кришна не говорил какие-то языческие фишки, как кому-то может показаться. Кришна сказал очень важную вещь. Вы мои преданные. И поэтому тот, кто продан, предан верховной личности Господа. Он освобожден от всех муниципальных и федеральных налогов. Вот материалисты, они должны поклоняться богам. Почему? Потому что материалисты поклоняются богам по принципу за здравие, за упокой. Дай мне сдать экзамен, я тебе свечку. Помоги мне вылечить геморрой, я тебе еще одну свечку куплю. Хочешь три свечки? Осветить машину, осветить бизнес. Это материализм. Там, учетка, у бога есть такой офис, все в золоте, все в шоколаде, чтобы клиент чувствовал себя нормально. Там стоит бабка, она торгует свечкой, говорит вам такую свечку, такую, такую. Ну и поверь, как говорится, в свечке дается. Кто-то говорит, а какая разница между вот этой свечкой и вот той? Бабка говорит, ну как, ты же понимаешь, ты купишь вот эту свечку, она стоит 500 рублей. Сколько там парафина, сколько огня, сколько благодати. Это маленькая свечка за 100 рублей, она быстро сгорит, ее даже Господь не заметит. Даже такую свечку придешь с ней. Ну, она тебя там впаривает. В это время ты видишь, что там висит объявление от руки написанное. А в результате звучит так. Свечки, купленные в других храмах, богоугодной жертвой не являются. Ты говоришь, как это, что это же, а что я жертвую тогда? А тебе бабка говорит, ну ты представляешь, если ты в Макдональддд, пришла бы со своей заваркой. Понимаешь? Все. И вот, вот эта мирская религия, на ней все построено. Мы сейчас не говорим, мы сейчас не смеемся, там, православие, ислам, там, индульгенции. Терри Вион Шпигель продавал индульгенции, я вам помню, мешочки навоза собирал, монахи сосали. Там, за столько-то гульдинов покупали у него мешочки священного навоза и сосали, как бы. Нормально было. То есть, почему бы и навоз не пососать, ради очищения грехов. Но в этом есть, так называемая, кайтова дхарма или материалистическая религия. Поэтому Шамад Бхага в этом и веды говорит, такая религия не может быть основой истины. Если вся религия построена по принципу, Бог – это что-то, что можно эксплуатировать и использовать, так же, как объекты этого мира, которые мы абсолютно легально эксплуатируем и используем, он еще один объект этого мира. Тогда эта, так называемая, мирская религия, она не может привести человека, живое существо, ни к любви, ни к подлинным отношениям к Богу, ни ничего хорошего ему не даст. Но если спросят люди, зачем же она есть, зачем она существует, то тогда писание скажет так, у любой реальности есть тень и объект. И поэтому, поскольку в этом мире существуют футболы, футбольные фанатики и футболисты, одни забивают голы, другие убивают других футболистов из Ливерпуля или Спартака, разницы нет. И поэтому мы скажем, скажите, пожалуйста, обязательно к футболу должны идти футбольные фанатики? Скажем, нет. Но природа любого явления такова, что его по-разному могут распознавать люди. Так же и религия. Обязательно нужно, чтобы был там ИГИЛ, там Исламское государство, там католическое крестовые походы. Это обязательно нужно? Мы скажем, нет-нет, это не обязательно. Но, как мы видим с вами, это результат материализма. Потому что, когда плохие вещи, плохие люди делают плохие вещи, все это понятно. Вы там зайдете куда-нибудь в какой-нибудь клуб «Ночные волки», вы увидите там в мужиках в тату. Все понятно. Плохие ребята, bad guys doing bad things. Но как сделать, чтобы good guys стали делать bad things? Дать им религию. Дайте хорошим людям религию, и они будут радостно делать плохие вещи, даже не сомневаясь ни в чем. Я просматриваю интернет, смотрю, как, например, ИГИЛ расстреливает курдов. Я вот думаю, как бы, например, мне дали бы пистолет, чтобы бам-бам-бам-бам в голову. Но этот человек света верит, что Аллах именно это ему поручил. Интересно, как он с ним коммуницирует? По мобильному телефону там. Аллах на проводе. Слушай, кого валить сегодня? На этом основе можно сделать такую компьютерную игру. Да, там типа, Аллах подсказал. Аллах, Христос. Обратили внимание, кому он подсказывает? Что? А хотите сказать, как на самом деле? На самом деле есть у человека всегда стремление к низшему. Деградация это желание человека, одно из его сокровенных желаний. Поэтому стоит только человеку сказать, иди убивай там, или брось детей, семью, это так тяжело там, или сделай это, или сделай это, или сделай это, то человек, пользуясь своей природой, свободой для того, что деградировать еще легко, обязательно это сделает. И поэтому вы увидите, что как бы религия не говорила, ребята, вы должны стать хорошими, вы должны стать саможертвенными, вы должны очистить свои сердца, вы увидите, что только единицы слышат это наставление. Станьте духовными, единицы этого слышат. А как же там? Господь сказал, я должен стать таким. Как же мне это сделать? Ну, если вы вдруг под религиозным эгрегором услышите самые низменные призывы, вы увидите, что тысячи людей станут под эти знамена. И поэтому все прекрасно понимают, чтобы создать в этом мире некий материальный трэш, нужно под какими-то священными концептами сказать самые низменные вещи, и тогда тысячи людей встанут под твои знамена. Тысячи. Поэтому мы видим, что сознание Кришны – это не массовое. Вы не увидите здесь массовки. Да, здесь собралось, там 50 человек из Москвы сегодня приехало на Гвардхана Пуджа, там еще 200 кришнаитов собралось. Ну, это не седьмое, это не день России, не седьмое октября. День космонавта больше отмечает людей здесь. Но, тем не менее, тем не менее, мы можем сказать про себя. Мы лишь удачливые души. Нам посчастливилось соприкоснуться с сознанием Кришны. Мы услышали о Кришне. Мы услышали о том, что красота спасет мир. Главный принцип. Кришна – олицетворенная красота. И когда Кришна, будучи ребенком, сказал пастухам, ребята, зачем кормить каких-то богов, давайте накормим Холм Гвардхан, то пастухи подумали, черт побери, но мы не можем Кришне отказать. Вы знаете, он какой-то маленький мальчик, но что-то, что он говорит настолько истинно, что мы не можем, хотя вроде бы все противоречит словам этого маленького мальчика. Но мы сделаем так. Что сделали пастухи? Они собрали все подношения, которые хотели отдать богам, сжечь просто на халяву. И предложили Гвардхану. Но не всегда так было во Вриндаване. Помимо пастухов, которые по своей природе простосердечные люди, во Вриндаване жили так называемые брахманы, которые следовали ведам арийской цивилизации, совершали ведические религиозные обряды, читали каждый день священные писания. И однажды, когда Кришна услышала, что брахманы, которые следуют ведам, идеально исполняют все религиозные заветы, совершают жертвоприношения. Все знают, что жертвоприношение огненное, там всегда сладкие шарики, бананы, то, что подносится огню. Тогда Кришна сказал своим пастушкам, друзьям. Кришне тогда было шесть или семь лет, ребенок. Он сказал, ребят, мы очень голодные, может быть, кто-то из вас пойдет к брахманам и попросит бананы, шарики, может быть, мы поедим. Пастушки закричали, ура! А потом сказали, ну, кто же нам даст? Кришна сказал, ну, ничего страшного, я же Кришна, я рулю в Риндаван. Некоторые понимают, кто я такой. Может, вы сходите, попросите, просите от моего имени. И тогда дети пришли к взрослым, которые... Дети, не мешайте, уберите детей. Так, быстренько, жертвоприношение, несите сюда, там шарики готовы, сладкие, бананы есть, сейчас подождите, все зажгем. Дети пришли, сказали, Кришна голоден, мы долго играли, не можете дать нам немножко этих шариков и бананов? Тогда старший брахман сказал, я, конечно, не могу объяснять детям, что это еще не предложено, это не было в ягии, вообще-то мы здесь занимаемся серьезными делами, так, где там наши жены, там, они, как всегда, эти шарики катают, давайте сюда. Так, Матаджи, давайте занимайтесь с детьми, что они сюда лезут к нам на важное место? Ну, естественно, жены там сказали, ребят, приходите чуть попозже, там, а дети говорят, а через сколько? Они говорят, ну, нормальное жертвопношение, через сколько? Четыре часа, пять. Вот, тогда дети говорят, ну, все, мы умрем. Они вернулись к Кришне, и Кришна говорит, ну, что, дали вам там? Они говорят, какие шарики? Ты что, пять часов сказали ждать? Абсолютно верховная личность Бога, которая ни в чем себе не отказывает. Ну, вот, кто ее задвинул в первую? Религиозные деятели сказали, вы знаете, Бога так сложно достичь, развести большой костер, прочитать много мантр и сжечь все бананы, и тогда вы обязательно удовлетворите Бога, или все свечки там, или все иконы обсосать там, засос. Один говорит, слушайте, а может, мы спросим у Бога, чего ему хочется? Может, если мы хотим удовлетворить Бога, может, у него напрямую спасись? Я так слышал, что он покушать хочет. Ну, говорят, все писания говорят, что надо кормить Бога, что ему надо жертвовать пищу, да, все ему предлагать. И вот есть такой вариант, он, оказывается, хочет есть, и он послал своих представителей Бриджбаси. Кришна говорит, да, это серьезная ситуация, религия – дело такое, дело такое, да, меньше чем, ну, за четыре часа могут, конечно, с моей помощью могут и за три закончить, с Божьей помощью, как говорится. Кришна говорит, ладно, с мужиками ничего не получилось, с Брахманами. Он говорит, идите к женам. Они женщины, с искренним сердцем, женщина ребенку не откажет, она знает, что такое голод, да, что такое дети, что такое голод, любая женщина, она это понимает, идите к ним. Только там тихо, через обороты, прямо, ну, там, на загончик женщины, они катают шарики, должны сделать сладости. И, конечно, если сладости предложить и кому-то другому отдать, то это осквернит все это приношение, потому что это уже попробованное кем-то. Но они приходят, говорят, Кришна голодный, нас выгнали оттуда, чуть-чуть дайте нам. И эти женщины, они полным сердцем услышали о том, что Кришна голоден, поскольку в их сердцах живет естественная, спонтанная любовь к Господу, они сказали, дети, все, берите, берите. Они отдали все. И сказали, только там бегите, чтобы мужья не узнали, бегите сюда. И дети, ну, и жены поняли, что сейчас им будет такой разнос. И разнос был по полной программе. И когда их собственные мужья трамбовали, прессовали, что такое, в чем дело? Возник один вопрос. Кто такой Кришна? Не знаю, кто задал этот вопрос. Но кто-то из мудрецов, который там оказался, сказал, так, ребята, Ишварах, Парамах, Кришнах, Садчитананда, Виграха, по-моему, все хорошо. По-моему, все, что мы должны были предложить, мы должны были удовлетворить каких-то богов, а уже через них удовлетворить других богов. То есть, ну, как бы, нам приходилось действовать через столько много посредников. Ну, по-моему, все хорошо. По-моему, Кришна поел. Брахманы сказали, ой. Ну, да, да, сегодня мы спасены от ужасного греха. Сегодня оскорбление, которое мы могли бы совершить, но, слава богу, мы-то брахманы, мы же так очень хорошо всех послали, ну, вот, и неосознанно, но действительно, мудрец, правильно ты говоришь, и кто такой Кришна? И брахманы стали описывать Кришну, но потом они поняли, что, ну, вот это наши жены. Да, вот, конечно, наши жены – это настоящие преданные души. Вот не зря Господь нам дал таких жен, которые, да, конечно, они непослушные, иногда и не врубаются, но иногда они делают такие нормальные какие-то движения. Сами того не понимая, как бы накормили Господа. Но жены были очень непреклонные, они даже не думали в своей голове, что они должны сделать что-то, что раздует их, и теперь они перестали здороваться со всеми. Вы знаете, что мои жены – брахманы. Жены знали, что мы никогда брахманами не будем, женщина не может стать брахманом. Она может стать женой брахмана или матерью брахмана, но она не может стать брахманом сама. Почему? Потому что она лишена по своей природе всех брахманических качеств. Но жены знают, что они могут быть преданными. И они знают, что преданные – это лучшие из брахманов. И поэтому женская природа, ее способность служить, жертвовать ее без сложности, посвящать себя Всевышнему столь велика, что сразу же в их сердце пробудилась Кришна Бхакти. Не только пробудилась Кришна Бхакти, они стали допущенными, они получили доступ на самый высший план бытия, духовной реальности. И когда мужья прославили своих жен, следующий вопрос произошел. А следующий вопрос был такой. Сейчас в Матхурия царь Камса демон устроил гладиаторские состязания. Мужтика, ченурка, самые лучшие борцы, гладиаторы должны встретиться друг с другом. И говорят, Кришна туда тоже придет. Говорят. И жены сказали, ну раз туда пойдет Кришна, мы хотим на него посмотреть еще раз. Это было через, может быть, 10-12 лет. И когда жены Матхурия услышали, что Кришна может прийти туда, они тут же подумали, мы видели этого Кришна, он был такой прекрасный. А сейчас говорят, что он Кубидон, что он бог любви. Ему уже 16 лет. Мы хотим увидеть красоту Кришны. Можно мы пойдем? Мужья скажут, ну что-то не рекомендуется. Говорят, царь Камса очень демоничный, царь. Не очень хорошо относятся к брахманам. Вот если бы нам там навалили бабла бы, прислали бы за нами повозки бы. Если бы царь там перед нами как бы делал поклоны, ну тогда, может быть, пошли бы. Ну вы идите сами. Вы же женщина, вас не тронут. И даже зная, кто такие женщины, зная, кто такой Кришна, брахманы испугались, они не пошли. Первый раз и второй раз, занимая столь возвышенное религиозное положение, в то время, когда сам Господь, будучи лучшими из людей, они все равно не пришли. Но жены отправились. И жены получили даршин Кришны. И когда Кришна убил слона Акувалью Пиду, Баладев заколол его собственным бивнем в сердце. И, представляете, да, как здесь смотрели фильм «Гладиатор». Огромный колизей, сидит царь Камса, стоят самые крутые гладиаторы, и в это время открываются ворота. И вместо разъяленного слона, которого отправили убить Кришну, выходят два юноша, Кришна и Баларама. И Баларама держит на плече окровавленный бивень слона. Мы все поняли, что слон так и не дошел. И когда Кришну видели гладиатора, увидели в нем смерть. Но поскольку они были самыми крутыми гладиаторами, они поняли, что это единственной достойной борьбы противник. И все гладиаторы, демоны, захотелись насмерть свозиться с Кришной, убить его или быть самим убитым. Йоги, вришни, которых пригласили на арену, поняли, что это параматма, сверхдуша. Мудрецы, которые очкарики, которые читали книги, шастры, они поняли, вот это парамбрахман, вот это и есть то, что описывают разные веды, кто-то как что-то имперсональное, что-то как параматма, но они поняли, вот это, вот он и есть. Это была великая реализация. Женщины-матхуры, которые увидели Кришну, испытали глубочайший эротический синдром. Они увидели альфа-мужчину, настоящего идеального мужчины, каждый из которых искала. И там, в Риме, когда какой-нибудь крутой гладиатор выходил, и такие были гладиаторы, вы же не все гладиаторы были рабами. Некоторые гладиаторы, это были благородные люди, которые были за долги проданы, а некоторые гладиаторы были свободны. Знаете об этом? У некоторых даже был гладиус меч. Но эти гладиаторы, они просто работали, потому что это самая крутая ситуация, когда куча людей на арене смотрят, как ты круто с кем-то разбираешься. И женщины даже, они раздевались, знаете, об этом в Риме, когда был крутой гладиатор, все женщины перед ним раздевались, и кричали, меня, меня. И он там грозил им мечом. Потому что в этот момент у всех был такой excitement, что вот он, герой. Но это было совершенно другое. Когда Кришна вышел на арену, это было не какое-то иллюзорное состояние. Каждый, кто был на арене, понял Кришну в соответствии со своим планом сознания. Гопи поняли, это наш возлюбленный, пастухи из Матхури поняли, так это же наш Кришна, односвечаяние, сейчас он разберется со всеми. Ну вот. Но царь Камса понял в этот момент, что пипец. Смерть. И так и произошло. Очень быстро, и хотя гладиаторы были очень сильные, накачанные, такие настоящие убийцы, и все стали кричать, нет, 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 показывают палец вниз, что не могут такие два красивых юноша сражаться с этими монстрами, с профессиональными бойцами. Но они не понимали, что Кришна и Баларама, хотя они юные и красивые, они еще обладают удивительной силой. Ну, просто Кришна поднял руку, и все замолчали. Когда Кришна сделал несколько жестов, все поняли, что то, что они сейчас увидят, это будет что-то невероятное. И Кришна и Баларама убили голыми руками всех гладиаторов. Сначала по одному, потом по два, по три, потом всю кучу. И когда все были в шоке от того, как юный Кришна, какими ударами, и Баларама, как они мочили супергероев, которые сами бросались на смерть. Причем гладиаторы, знаете, ну, как это раньше было перед Цезарем, идущий на смерть, приветствует тебя, да? Гладиаторы, они сказали, Кришне, мы знаем, кто ты такой, но мы хотим битвы именно с тобой. Если в этом мире для войны есть какая-то битва, то только пасть от твоей руки. Но мы просто так тебе не сдадимся. Мы будем мочить тебя до последнего. И Кришна сказал, ора, давай, да? И Кришна, с легкостью, голыми руками замочил всех. Но это одно видение, другое видение того, что когда Кришна был совсем ребенком, Гвардхана Лила произошла столь удивительным образом, когда он был ребенком, он просто попросил всех отдать все свои отношения и предложить их Гвардхану. И отец Кришны был тогда очень молодым. Твоему ребенку 4-5 лет. И все остальные Бричбаси были тогда очень молоды. Хотя у них нет времени, но у них также есть рождение и смерть. Но что такое в духовном мире рождение и смерть? В материальном мире все это понятно. Это забвение всего, что есть. Но в духовном мире смерть – это экстаз и обретение всего. Как работает духовная смерть? Когда Кришна рождается, в какой-то момент мать Ишода и Нанда, Махараш, они испытывают великое счастье, потому что Господь их ребенок. Но через какое-то время они Кришна проходят разные образы. Он перестает быть ребенком, он становится юношем, он уезжает из Матхуры и оставляет Вриндаван. И в это время все обитатели Вриндавана испытывают величайшую разлуку с Господом. И в тот момент, когда больше разлуку выносить невозможно, а самая высшая стадия разлуки – это смерть. Они умирают, и Кришна вновь рождает своих ребенков. Понимаете, да? Поэтому, когда они уже… Это описывается в Бхагове и Акхама ванхам партхам ахама гьяна гьянтамах нашьям и атма бхаваста гьяна дипена басвата. Потому что в этом мире смерть сравнивается с невежеством. Там, когда все тебя отрубило, ты умер, и все, ты забылся. Но в трансцендентном мире смерть – это величайший экстаз. Потому что в этот момент, когда происходит смерть, Кришна опять… Они опять рождаются в сознании Кришны. И они опять близки с Господом. Понимаете, да? Поэтому в трансцендентном мире смерть – это высшее проявление считается экстаза любви. Ну, как у Ромео Джульетта. Они умирают, чтобы вновь родиться, быть друг с другом. Так же в духовном мире. Так происходит духовный мир. И поэтому смерть в духовном мире является высшим романтическим переживанием освобожденной души. в том числе… В том числе… Интересный, кстати, факт. В том числе для них смерть является столь незначительным аспектом пребывания в мире материи. Потому что никто из них не готов попасть в мир, где забвение Бога, где никто… Здесь никто вообще о Бога не знает ничего. Но ему говорится «Ну, ты знаешь, ты придешь в мир материи и ты будешь искать Всевышнего». И когда ты найдешь его, смерть посоединит вновь. А, тогда не вопрос. Тогда я готов умирать миллионы раз. Миллиарды жизней. И вот этим отличается наше представление. То, что для нас день – на самом деле это ночь. То, что для кого-то жизнь для него это смерть. Потому что мы-то что, мы выбираем жизнь. Но на самом деле здесь никто не живет. Здесь все существуют. Причем влачат несчастное жалкое существование. Здесь нет ни одного человека, который живет. Если вы даже спросите самого богатого или самого великого, то это снимается во многих фильмах. почему Роберт Уильям повесился. В какой-то момент он понял, все это настолько иллюзорно. Я просто влачу жалкое несчастное существование. И когда я говорил с одним предным, вчера мы с ним ходили, мне один предный сказал, мой друг, старый, почему он такой? Мало кто вообще его знает, что он преданный или думает, что он какой-то важный преданный. Но я спросил, ну, что ты понял в жизни, скажи, мы уже вместе сколько там, 15 лет, столько всего мы намутили, наворотили. Он говорит, я понял такую одну вещь, что с преданными жить очень-очень трудно, потому что это все время нужно превосходить свое эго, жить не ради себя, а жить ради преданных. Поэтому жить с преданными фактически невозможно. Он сказал еще одну важную вещь, но жить без них невыносимо. Духовная жизнь, крайне трудная жизнь. Не думайте, что духовная жизнь это шоколад, это крайне трудная жизнь. Потому что ты начинаешь понимать какие-то вещи, кто ты есть на самом деле, как мир устроен. Это трудно, трудно понимать, вообще трудно осознавать себя. потому что нормальный духовный человек он осознает себя ничтожеством. Но только есть такое качество, сказано Кришна према, бхакти, любовь к Богу такова, что любой, кто хоть в какой-то степени обладает, начинает осознавать себя ничтожеством. Почему? Потому что эта любовь открывается в его сердце, он видит, сколь прекрасна, она столь совершенна, и, конечно, он думает, но по сравнению с этой любовью я вообще ничто. Это наоборот, когда человек ничем не обладает в этом мире, вообще ничем, он думает, я такой великий, я такой умный, меня так все знают, я очень VIP, я очень важная персона. Он не понимает, что это все вообще такой просто бред. Бред этого мира. Посмотрите, сколько было VIP в Риме, в Санкт-Петербурге, в Москве, причем разных VIP. Где они все? Вы хоть одного имя в VIP запомнили? Был Сократ или Диоген, который говорил, я точно знаю, что ничего не знаю, вот его запомнили все. Но у него не было никаких где-то, что он VIP, он не ходил там по Москве или там по Афи с табличкой VIP. Он говорит, я точно знаю, что я лишь только собираю гальку на океане, я точно знаю, что я дурак, а вот эти профессора, они еще не поняли этого. Это была его фишка. И поэтому обратите внимание, никого не запомнят. Никого. если вы будете читать Махабхара или Пурана, кто такой Прохлада Махарач, кто такой Друва, когда они жили, вот их имена будут помнить. Почему? Потому что они были величайшими преднами. потому что они смогли совершить что-то столь важное, столь ценное. Никто не помнит, кто взял какой-то город, кто взял какой-то... Помнит кто такой Александр Матросов. Но его подвиг незначительный. Он спас несколько человек. ценой своей жизни. Но Христос, который принес себя в жертву, он спас тысячу людей. И поэтому его многие помнят. Даже те, кто не верит. Будда он... Какое отношение он имеет к нам? Никакого. Но мы знаем все о нем. Почему? Потому что его слова о сострадании были столь глубокие, столь прекрасные, столь совершенные, что даже те буддисты, которые не понимают вообще, что он говорил кому и как, они все равно говорят, я вот в Будду верю. Поэтому вера это очень важный момент. Таким образом мы... Что можем сказать? Когда дети, взрослые, пастухи принесли все свои подношения к Говардхану, они не знали, что произойдет. Но Кришна сказал, предложите все холму Говардхан, и холм Говардхан все это примет. И тогда наша жизнь будет совершенна. Причем, Кришна дал совершенно какие-то там... Он не стал какие-то сложные вещи, там, онтологические, с точки зрения безграничного, это часть трансцендентного бытия, соприкосновения не искатого... Нет, он сказал просто простыми словами. Престаньте поклоняться идолам этого мира, богам Вселенной, дайте свое подношение к холму Говардхан, и вы будете счастливы. И что произошло, Брич Байса они так и сделали, но в какой-то момент они были шокированы, потому что в то время не было ЛСД еще. И все трансцендентное происходило в реальности, а не в иллюзии. И вдруг они увидели, как холм Говардхан в какой-то момент облел образ. Они поняли, что холм и Кришна не отличны друг от друга. Этот холм начал есть. Но пастухи это не дураки. Что они сделали? Они, естественно, собрали все подношения, но как чисто по-хохляцки, так сказать, половину оставили дома. Вот так, трошки только для Сэби. И что вы знаете, произошло? Холм Говардхан съел не только все подношения, а в какой-то момент он стал кричать Аньора, Аньора, еще, еще. Они видели, что у Холма Говардхана появились руки, и он залез в холодильнике всех в Фриджи-Басе. Он достал, типа, а это что, Аньора, и это, и то. И Фриджи-Басе были в шоке. И кто-то из них сказал на чисто санскрите, то ли это были слова глубокого разочарования, то ли это были слова глубокого расстройства, но как только это сказали Бридж-Басе, как вдруг они увидели, что все, что было съедено, ну и такая легкая отрыжка началась у Холма Говардхана. И он стал возвращать обратно все блюда. И вот тут началась великая радость. Понимаете, у нас такое ощущение, что неужели я должен что-то отдать Богу, у меня этого больше не будет. Забери. Моя любимая подушку. Но в Индии, когда тебе что-то предлагают, ты прикосняешься, когда тебе что-то предлагают, Кришне что-то предлагают, Он говорит, спасибо за подушку, пускай она у тебя побудет. Но Он делает своим прикосновением это чем-то прекрасным, трансцендентным, поэтому Кришна не просто вернул еду, то, что было получено в результате этого, была Амрита, Нектар бессмертия. Представляете, поэтому Шилл Праппад говорил, в нашей религии еда, представляете, когда он скажет, что такое Бхакти-йога, вы скажете, ну вот Бхакти-йога, главное, ешь побольше просада. Ну вот, типа, кто больше Бхакти-йога, мы взвешиваем, если ты совсем худой, но это не совсем так, если вы приедете в Индию, вы увидите, что бенгалец вот так сидит, бенгалец такой худой, но червя похожий, да, вот такой вот, и перед ним вот такая вот толпа, вот такая вот, вот такая вот тарелка риса, и он вот так вот все съедает. Я не мог понять вообще, как Эдус может съесть, там, три килограмма риса, но это все съедают они. И поэтому я понял такую вещь, что это не вопрос просто размера, это возможность способности переварить. поэтому помните о том, что духовная жизнь это не вопрос сколько божественного ты обрел, это вопрос сколько ты всосал, сколько переварил, сколько у тебя осталось, потому что ты можешь ходить к преданным, слушать много раз, быть, но ты ничего не переварил. Я знаю людей, которые ходят годами, и они не меняются, потому что не в коня кормят. Но есть люди, которые очень быстро соприкоснувшись с Бхакти, они начинают прогрессировать. Почему? Потому что в Писании сказано если у тебя есть Бхакти в этой жизни, это Рупа Гаслами говорит, значит Бхакти было в прошлом. Мы не рассматриваем, мы говорим, а почему не все Москва, почему? Потому что только человек, у которого Бхакти было в прошлой жизни определенной, он может прийти к Кришне Бхакти. И это вовсе не значит, что в этой жизни все Бхакти ты прямо вот обретешь такое качество Бхакти. Все зависит от тебя, конечно, но мы знаем, что не так легко Бхакти. Поэтому, когда Шидхар Махараджа проповедовал в Южной Индии на факультете соскитологии, он читал стихи, и он был удивлен, что профессор знает все их. И в конце лекции он сказал профессору, соскитологу, который там изучает грамматику, Джива Гасвами, он сказал, но вы-то такой ученый человек, вы здесь профессор в университете, вы знаете все вайшнавские идеи, чтобы вы понимали, вся Индия, она изучает язык, литературу на основе вайшнавского учения, потому что это фактическое учение ренессанса, как Сарвадор Дали. Вайшнавский ренессанс, он везде, грамматика, литература, поэзия. Но этот санскритолог, он сказал, знаете, такую фразу, он сказал, а это еще не значит быть таким, как я, полиглотом, и при этом любить Бога. Это надо милость обрести, так что еще, может быть, я профессор в этом жизни, но я еще это не знаю, что я обрел. И действительно, из этой истории мы знаем, что брахманы, брахманы, они были религиозными людьми, они знали священное писание, они совершали, проводили сложнейшие обряды, каждый из них мог, брахман времен Кришны, кстати, Кришна пришел к Махуру, он мог написать диссертацию. Чем закончилось? Они не смогли узнать, кто такой Господь. И поэтому в Писании говорят, Господа невозможно постичь интеллектуальным умом, Господа невозможно постичь с помощью эмпирического знания или логики. Все зависит в твоем сердце. Хридаена веду гиатова. Кришна говорит в Бхагавадгите. Хридаена веду гиатова. Все в сердце твоем. Ты увидишь только то глазами, к чему сердце твое готово. А сердечко это оно такое очень грязное. И чем больше ума, тем грязнее сердце. Чем больше силы, тем грязнее сердце. Чем больше славы, тем грязнее сердце. Чем больше богатства, тем грязнее сердце. Чем выше положение, чем сердце грязнее. Поэтому нерелигиозное... Я это понял по себе. Я это понял по себе. Я подумал, в своей жизни я достиг каких-то целей. Но я знаю, что мое сердце стало хуже. Я думаю, почему мое сердце стало хуже. Потому что мы хотим стяжать в этом мире. И мы ничего не можем с этим сделать. Но Гуру Махараш бы сказал так. А, ты только понял сейчас. Раньше ты не знал своего сердца. С какой-то стороны ты можешь так сказать. Но с другой стороны, я вижу, что в тебе есть некий прогресс. Поэтому это не значит, что теперь ты должен все бросить. Нет, нет. Помни просто о том, что чем ближе ты будешь к Кришне, к истине, тем более ты будешь чувствовать свое сердце. В какой-то момент ты уже не сможешь быть лицемером. Сердце не позволит. Поэтому, что Лошадар Махараш сказал, мы можем быть лицемерами до какой-то степени в своей жизни, но когда придет настоящее сознание Кришны к нам, наше сердце уже не позволит нам быть большими лицемерами. Вот так, мы такие умные, продвинутые. Это все внешние части. Сердце. Гуру Махараш написал, Гуру Дэвс написал книгу «Религия сердца». И мы с вами здесь не потому, что мы великие знатоки священных писаний, или мы такие продвинутые люди, мы так знаем священный текст. Нет. Мы с вами здесь по одной простой причине. Мы хотим, чтобы наше сердце стало чище. И мы понимаем одно простое вещи. Если бы мы могли сами свое сердце очистить, мы бы давно уже очистили его. Но мы живем в этом мире миллионы жизней с грязным сердцем. И поэтому Баджи Пасе повезло. Все, что им сказал Кришна, они это сделали с легкостью. Жены, мужья не смогли. Но жены это сделали с легкостью. И поэтому Брахманы сказали «Да, наши жены, они круче, чем мы». «Да, мы обрели некий интеллект, связанный с рождением, это так. Да, мы потратили свое время на изучение религии, это тоже так. Это тоже все ценно. Но даже обладая столь многими качествами, у нас не было столь простоты, столь самопожертвования, столь любви. Ведь жены рисковали всем. Мы могли их заругать, могли их еще что-то. Они превзошли все свои. Они превзошли священные писания, они превзошли долг жены, они превзошли все, что можно было в этом мире, в этом маленьком преступлении, все, что нужно было накормить детей, но они все превзошли. Что заставляет человека превзойти все это? только любовь. И поэтому мы можем сказать такую вещь, что сегодня, когда мы говорим о Гавардхане Пудже, мы говорим о том, что вот в чем нуждается наше сердце. Но тем временем у Индра это было совершенно другое настроение. Он уже забыл о том, что когда-то он перед Кришной стоял со сложными ладонями. Тут ему не дали его паек, не оказали почтение. И его Индра было таковое, что он послал все облака уничтожить Вриндравн. Но каково было разочарование Индра, что не только он ничего не может уничтожить, ему сказали, что этот маленький мальчик поднял холм Гавардхан на одном пальце и держал семь дней. Кришна с легкостью держал холм. Писание сказано как гриб. Тогда Индра подумал какие грибы они едят. Холм. Но это не была иллюзия. Это была реальность. А вот знаете, что была иллюзия? Один день, два дня, три, четыре, пять. А Индра же думал. Он думал я послал Ваю ветры, я послал Марутов, я послал тучи, я послал Сьямантаку, которая сжигает вселенную, утопит вселенную. Махапролая облако Сьямантака оно делает сто лет поднимается туда вода и это огромное облако закрывает собой солнце и проливает там тает северное поле старает Антарктида облако Сьямантака все впитывает себя и все это черная вода проливает вот такое облако он послал. И оно ничего не смогло сделать. Вриндаван был весь затоплен, но Кришна держал Хом Гвардхана и все чувствовали это. Конечно, пастухи подпирали палками и потом пастухи предъявили Кришне и сказали все так было просто если бы на одном пальце держал Хом мы палками помогали Кришне сказал ну тут я не могу отказать было такое по-настоящему конечно как я без вас бы куда бы я без вас делался бы пастухи они хвастались между собой помнишь когда мы там держали Хом палкой я даже умудрялся чесать что-то есть но так или иначе Индар был в полном депресснике и он на седьмой день он понял я же когда-то видел Кришну он же обещал прийти в этот мир он сказал что он придет во Вриндаван и окружает его не самые глупые люди он сказал все это может быть правда может быть действительно он и есть бог а посмотрите что если он действительно есть бог что я пытался с ним сделать я пытался убить его его преданных я тоже как-то духовный человек и тогда у Индры был настоящий депресс как у любого нормального материалиста представьте в своем дворце он лежит в постели он понимает сейчас он не просто там он потеряет все а когда человек в материальном мире готов потерять все он готов на все Индр стал метаться и мы сказали ты понимаешь как бы вообще вариантов нет но есть вариант один надо идти преданным конечно очень любит коров надо идти к сурабхи она живет глупая корова вегетарианская ее можно развести она такая хипстерская корова естественно там Индра я принес вам букетик съешьте там сурабхи ест ну а Индра она говорит ну ладно расскажи у тебя как дела он говорит вообще пипец это что такое демоны или что там в чем дело в чем проблема он говорит да демоны это полбеды я тут чуть недавно Кришну не утопил я так понимаю что просто корова открыла и у ней там полбукета во рту что повторил там да что там ну было короче там не понял я что он бог подношения вроде как пришлось тут же разбираться как вы сами понимаете нервная работа если мне перестанут делать подношения то высшие миры все разрушатся ну вот я сразу включил по канализации по сантехнике ударь ну вот чистый ну и сурабхи говорит ну и что ты собираешься делать теперь инда говорит ну вот хотел свалить в другую страну там другой паспорт туда-сюда но потом понял что в материальном мире валить не будет я уже на самой вершине пришел к тебе ну и сурабхи полное сострадание они говорят ну а чем все закончилось он говорит в целом все закончилось в шоколаде они там сейчас празднуют а у меня проблемы большие но сурабхи будучи очень сострадательной личности она сказала ты не понимаешь что такое Кришна тебе кажется что Кришна это кто-то кто хочет там посидеть твое место ну ты же понимаешь что ты вообще просто микроб просто маленькое живое существо в одной из маленьких вселенных а Кришна очень милостивый в целом Кришна друг падших душ Кришна очень симпатизирует идиотом в особенности разорившимся таким и вот если ты постараешься подъехать к нему не с точки зрения справедливости социальных норм прав человека то что требуются в этом мире если ты придешь к нему и покаешься то я уверен что Кришна простит тебя и Индра столь вдохновился словами Курабхи что он сказал корове ну а ты со мной пойдешь и корова подумала ну чтобы увидеть Кришну в Риндаве ну а то что там тоже там трава пошли и тогда Индра впереди шла корова ну как пуленепробиваемым щитом сзади шел Индра все боги все абсары его жены все обитатели высших миров они отправились со всеми абсарами и абсары тоже думали мы такие красивые интересно они там тоже здесь красивые но когда абсары увидели гопи они были в шоке они поняли что их земная красота не имеет никакого отношения к настоящей красоте и очень быстро Индра словно и равата небожителя когда Индра предался Кришне Кришна был очень счастлив и Индра в этот момент сказал на самом деле твое имя будет Говинда Го Индра в основе этого слова Говинда Адипурушин твое имя будет Говинда потому что ты властелитель всех чувств ты властелитель всех живых существ и настоящий Индра это ты но одно из твоих качеств как Шекспир пишет качество царя это любовь и сострадание когда царь применяет свою силу это не так особо понятно царь у него есть сила тоже думает но когда царь прощает любит и сострадает вот тогда его это шекспировская идея он в одном из своих произведений это очень четко показывает в своей поэзии что царь когда проливает милость он становится божественным и поэтому Индра сказал воистину ты бог всех богов потому что твоя способность любить и прощать невозможность кто был я такой я крохотное живое существо поставленное тобой ты мог раздавить меня как букашку но вместо этого ты столь прекрасным образом проявил свое удивительное деяние и ты сделал меня самого гордого в этом мире царя царя всех небожителей ты сделал меня своим слугой вот теперь по-настоящему я благодарен тебе ну конечно такое откровение у Индры было знаете как у каждого из нас есть откровение в какой-то момент жизни потом-то он сидел там у себя в офисе там типа ну что хорошо я исполнил ты такого наговорил ты был такой прекрасный он говорит ну на меня тоже накатывает сознание Кришна время от времени ну а сейчас будем мочить врагов это же не Кришна то есть Индра тоже как бы не следует думать что Индра чистый предатель но в этот момент он осознал свое в этот момент бхакти пробудилась в нем и в этот момент он очистился и если уже такие личности как Индра посмотри сколько благочестивых дел религиозных жизней он провел чтобы достичь высших миров и стать там властелином это вам там не Лужков мэр Москвы или Собянин тут одними детскими площадками не отмажешься и пробками посмотрите сколько надо жизни совершать служения чтобы достичь положения в высших мирах чтобы тебе дали возможность рулить этим миром какая карма у тебя должна быть кормушка такая должна быть очень позитивная но при этом эта позитивная карма она рождает в нас столько гордыни столько ну как бы самости что мы не можем в какой-то момент предаться поэтому мы должны помнить почему великие вайшнавы хотели быть никем и ничем потому что многие святые потому что они знали помните в фильме остров этот отец как там он даже не хотел чтобы думали что он духовный человек поэтому когда к нему приходили он дал какие-то наставления но не от себя он думал что если меня будут почитать как садху тогда моя духовная жизнь пойдет в тартар не смогу и поэтому столь удивительной личности и когда к нему пришел настоятель храма сказал что я привязан к сапогам к чему-то он сказал ладно братан все нормально давай тебе еще миллионы жизней еще миллионы жизней но не следует думать что этот духовный человек у него не было каких-то внутренних духовных кризисов или переживаний что он такой был финн финский финский пекарь которому все пофиг слово финн я имею ввиду знаете там митта макса курли лапа сейчас еще напечем пирожков ну то есть все ровно все хорошо все стабильно ничего подобного мы видим что духовные люди проходят глубочайший внутренний кризис не знают что там у меня кризис почему у тебя кризис а за что тебя любить ну пока не за что надо было сказать кто замерз выключили нам отопление согласен но без свежего воздуха еще хуже мы уже закончили программу на самом деле потому что нас неформально поэтому следует помнить о том что если у нас с вами депрессия и мы вдруг поняли что нас никто не любит то внутренний отсвет он должен стать то что любить нас особо не за что это первое а следующий вопрос мы должны задать а мы вообще кого-то кроме себя любим потому что когда нас никто не любит мы готовы плакать у нас такое но когда мы кого-то не любим или когда другие люди страдают например в кино убивают других людей страдают интересно знаете что человек материалист в этом мире он испытывает счастье от того как страдают другие люди поэтому в кино обязательно должно быть убийство иначе неинтересно будет знаете какие внутренние извращенцы мы с вами нам обязательно нужно смотреть на страдания других это нас будет удовлетворять многие садисты только Иван Грозный бросал собачек и кошечек с города Кремля с кремлевского башни кошечек и собачек бросал в детстве Иван Грозный но также мы каждый из нас кого-то пнул и так далее почему извращенная природа страдания других приносит нам счастье и поэтому описание говорят настоящие вальшнавы парам дуку дуку страдания других для них такое же горе как и свое они рассматривают страдания других и как они делают страдания других они понимают ты мучаешься потому что у тебя нет духовности у тебя есть все у тебя есть прекрасная голова у тебя есть прекрасные качества ты талантливый человек но не потому что ты не реализован что тебе не хлопает как только захлопают ты станешь последним подонком и поэтому господь тебе не дает признания величия потому что мне очень понравился фильм посмотрите сибирское воспитание он сделан итальянцами поэтому несколько утрированы воры в законе но там один вор в законе богородица с двумя пистолетами и этот вор в законе он детям рассказывает дает наставление вор в законе Шикша дядя Кузя и он говорит хорошо он говорит никогда воры не держат деньги вы не имеете права воровать у бедных вы можете воровать только у ментов коммунистов но перечисляет кого надо по воровским делам трамбовать но деньги человек может иметь только столько сколько его сердце сколько у него любви в сердце я думаю он такой дядя Кузя такой вор в законе гуру он правильную речь сказал мы можем обладать лишь только тем что по большому с чем мы можем расстаться вот можем мы расстаться со старыми господь нам даст если мы можем расстаться с чем-то большим господь даст нам что-то больше но главное с чем мы должны расстаться это вожделение гнев жадность зависть с этим расстаться очень трудно если мы сможем расстаться с этими качествами то очень быстро мы станем как это делать как человек может расстаться со своими иллюзиями вы думаете вы с утра проснулись и сказали все теперь я буду умный хорош ничего подобного так не бывает человек начинает служить он начинает практиковать духовную жизнь и постепенно через воспевание святого имени через глобальные внутренние кризисы через самоосмысление постепенно не за одну жизнь шаг и шагом он если ему повезет он прогрессирует у него есть качество у него появляется качество он теряет что-то ему не жалко он не получает какого-то внимания к себе он думает а я не должен получать я бескорыстно должен служить вот все эти вещи они формулируются у человека запомните такую вещь характер формулируется в драматических обстоятельствах поэтому если вы увидите жизнь Кришны и жизнь святых преданных вы увидите что это обязательная драма ничего ровного ничего стабильного ничего ничего обещанного Кришна может тут же включить любой момент два ствола сладкие шарики полетят пока споем какая страница джайра джайра джайра